Унионизм в Молдове процветает. Депутаты не поддержали инициативу о запрете пропаганды унионизма. Акционерное общество Термаком больше не существует. Столичный суд принял решение о ликвидации предприятия. Несмотря на то, что ранее коммунисты поддержали инициативу по отставке главы Нацбанка Дарина Драгуцану, сегодня они отказываются голосовать. Коммунисты не будут голосовать за отставку главы Национального банка Дарина Драгуцану. Об этом заявил на сегодняшнем заседании лидер ПКРМ Владимир Воронин. Несмотря на то, что ранее ПКРМ поддержала инициативу социалистов об отставке, сегодня они отказываются голосовать. Лидер социалистов Игорь Дадон отметил, что позиция коммунистов крайне странная. Для нас позиция коммунистов очень странная и может быть объяснена только тем, что коммунисты наверно создать коалицию с демократической партией, с плохотником. Напомним, что социалисты, обеспокоенные ситуацией на валютном рынке страны, а также бездействием властей, инициировали отставку губернатора Нацбанка. На сегодняшнем заседании парламента депутат-социалист Игорь Дадон выступил с предложением внести в повестку дня законопроект о запрете пропаганды унианизма в Молдове. Он отметил, что на молдавских телеканалах, в том числе и на национальном телевидении, транслируются ролики об объединении с Румынией. И таким образом Бухарест намерен дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Мы направили в Генеральную прокуратуру запрос для разъяснения, как на молдавском телевидении, тем более национальном, могут транслировать передачи антиконституционного характера. Однако парламентское большинство данную инициативу не поддержало. Дадон отметил, что и далее будет настаивать о внесении в повестку дня инициативы социалистов. Сегодня в Российском центре науки и культуры прошел круглый стол на тему 70-летия освобождения территории Советского Союза от фашистской оккупации. Данное мероприятие было приурочено к важной дате в истории бывших советских республик, включая Молдову. К дискуссии были приглашены ученые из Молдовы и России, представители политических партий, преподаватели молдавских вузов и, конечно же, участники Великой Отечественной войны. Вот бомбы рвались буквально на огневой позиции, но никто из наших солдат, а пол батареи были, это старички, которые по возрасту доводились мне больше, чем отцами. Ни один из них не мог показать спину врагу. Так вот, при взятии Вены, а до этого при взятии Будапешта, Красная Армия, это говорит о том, оккупационная она или нет. Красная Армия, лажа своих людей, не применила тяжелую артиллерию и авиации. Вы понимаете, сколько людей погибло, потому что не была применена тяжелая артиллерия и авиация. Эти города были спасены для человечества, это прекрасные города, я в Будапеште не был, но в Вене я был, это прекрасный город. И вот в этом плане представьте себе, что нынешние человеколюбые демократы с запада брали бы они бы Вену и Будапешт. Что бы, во что бы превратила американская авиация в Вену бы? Я думаю, не надо объяснять об этом. Участники круглого стола рассмотрели исторические события того времени и сегодняшнее отношение к ним. Организаторы мероприятия считают, что многие ценности в Молдове сейчас переоценивают. В этот период очень важно, чтобы люди помнили события тех лет и понимали, как влияет война на судьбы людей. Напомним, что до марта 1946 года от СССР погибло почти 7 миллионов человек. Уже тогда, в 1944 году, Антоневского подбегал распоряжение демонтировать все, ценные уже, еще они в 43-й год, демонтировать все, увезти. И при том все это увезти не в Молдавию, запрутскую, и даже в Мунтению, потому что и тем молдаванам они не доверяли. В этих моментах есть такие случаи, аспекты, которые нам, историкам, публицистам, и странам хотелось бы узнать и помнить, что не всегда было одно значное в этих фашистствующих элементах. 70 лет, это безусловно та дата, которую мы должны совместно не только отпраздновать, не только обсудить на данном форуме, но надо донести эти вещи, донести до людей. Донести в первую очередь до молодежи, потому что молодежь сегодня стала объектом самых серьезных системных нападок со стороны неофашистов, неонацистов. С молодежью сегодня фактически проходит очень системная работа по ее зомбификации. Если кто-то из вас читал учебники, многие здесь историки, безусловно уважаемые, читали, но те из вас, кто изучает методические материалы, историю Молдовы и всеобщую историю именно на молдавском языке, вы столкнетесь с колоссальной пропагандой. В тестах по истории для 9 класса фактически учеников, которых экзаменуют, призывают осудить советское прошлое. Причем эти дети, фактически им не предоставляется никакой альтернативы. Им не представляются альтернативы ни в библиографии, ни в историографии, они фактически не изучают других альтернативных источников. Лидер партии социалистов Игорь Дадон заявил, что после свершившихся прецедентов, как Косово и Крым, возможны и последующие изменения в геополитическом раскладе в регионе. В 1940 году нелегально были исключены некоторые территории из состава Молдовы и искусственно прикреплены к другому государству. Я не буду называть эти территории, но уверен, что люди понимают, о чем идет речь. Понятно, что речь идет о юге и севере Республики Молдова. В условиях, когда созданы такие прецеденты, как Косово, а теперь и Крым, почему бы и нам не задуматься о территориях, которые были исторически, в течение сотен лет частью Республики Молдова, заявил лидер партии социалистов. Сегодня правительство Российской Федерации обсудит приднестровский вопрос и введение так называемой экономической блокады региона со стороны Украины. Накануне терраспольский лидер Евгений Шевчук вылетел для этого в Москву. Киев отрицает заявление Москвы и Террасполя о том, что Украина ограничивает въезд российских граждан из Приднестровья на свою территорию. Украина также назвала ложной информацией о том, что грузы для российских миротворцев на молдоукраинской границе якобы задерживают. В свою очередь, молдавский президент надеется, что в контексте крымских событий Москва в своих политических действиях учтет санкции со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. В то же время президент Румынии Троян Басеску отметил, что потребует ускорить процесс европейской интеграции Молдовы, чтобы обеспечить безопасность страны. После подписания Владимиром Путиным договора о присоединении Крыма к России, глава Верховного Совета Приднестровья Михаил Бурла направил председателю Госдумы Сергею Нарышкину обращение с просьбой предусмотреть в российском законодательстве возможность вхождения Приднестровья в состав России. Министр Российской Федерации Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения проведут во всех медучреждениях Молдовы проверку качества предоставления медицинских услуг. Проверки начнутся в апреле и продлятся два месяца. Они проверят качество экстренной медицинской помощи, хирургию, родильное отделение и отделение интенсивной терапии, состояние медоборудования и правильность заполнения истории болезни. Отдельное внимание в ходе проверок будет уделено диапазону представляемых медуслуг, кадровым ресурсам, лекарственным средствам, больничной инфраструктуре, информационным системам, мониторинга и оценке, состоянию зданий и качеству их обеспечения теплом, водой и электричеством. Как отметила консультант ВОЗ Нэнси Фронцак, Молдова является первой страной в мире, в которой Всемирная Организация Здравоохранения проведет перепись качества медицинских услуг. Исследование позволит выявить проблемы в больничных учреждениях Молдовы. Данные будут представлены Министерству здравоохранения Республики, которое должно будет разработать программы и механизмы для устранения этих проблем, пояснила госпожа Фронцак. Столичный суд принял решение о ликвидации акционерного общества «Термоком». Суд постановил, что все имущество предприятия переходит в собственность его бывшего администратора Вячеслава Йенни. Информацию подтвердил муниципальный советник Олег Черней. Он также сообщил, что по решению суда члены Совета директоров, а также руководитель предприятия Михаил Черней были уволены. Продолжение следует... Продолжение следует...